Привет, все мои подписчики, с вами канал Mazda MPV, колхоз, наше все. Такого эффекта не ожидал. Вот это моя ошибка. Даже если она стоит над двигателем, она все равно холодная. Внедрение и опыте эксплуатации интеркулера, который многие себе внедрили над двигателем, о его отрицательной стороне. Стоял у меня этот интеркулер практически год. Опыта эксплуатации в летних условиях у меня не было. Но тут выдался у меня случай, отпуск, и я наконец-то поехал куда? Правильно, на юг. В том году я ездил без интеркулера, внедренного в систему, по-джериковски-деликовски, как многие себе ставят. Но я себе поставил по-джериковски и немного его модернизировав. Будет ссылка, кто знает мой канал, ссылка, как я внедрял интеркулер. Ну а теперь о самом главном. Сейчас посмотрим под капот. Прошу обратить внимание. Сейчас у меня этого интеркулера нет, но дырка, вот эта дырка, она осталась. И это, конечно, отрицательный момент, придется менять капот. Ну, пока не попробовал, не понял, что это, почему это и как. Много что у меня здесь сделано, но именно от этого момента я отказал. С чего все началось? Я поехал на юг, на юге плюс 30, 35. Весь жар от двигателя, да, шел именно на интеркулер. Вот здесь он просто был настолько горячий, и ничего не спасало. Включение вентилятора, принудительно, он работал постоянно все равно, он был горячий. Даже я сюда приехал уже, из отпуска приехал. Даже вот эта трасса, которая здесь якобы коротенькая, зимой изумительно работает, все нормально, все хорошо, холода хватает, который из нас дредует сюда на этот интеркулер. Очень горячо над нашим двигателем, очень жар, тупилка, нагревание интеркулера, машина ни хрена не едет. Что я сделал? Я его убрал, понимаете, да, просто убрал. Убрал и восстановил всю линию, вернулся обратно к интеркулеру, который стоит у меня там. Ну, что я сделал? Я туда поставил вентилятор, на этот интеркулер, вентилятор, который у меня стоял на этом интеркулере, да. Маленький, китайский, хороший интеркулер, который практически тютелька в тютельку подошел к моему интеркулеру. Но, извиняюсь, что не сделал фотографии, не до этого было. Скажу так, прошел я здесь, ну, практически уже неделя прошла, да, с этим интеркулером и с внедрением вентилятора туда. Но эффект есть, и эффект интересный. Скажу так, вот здесь строгаешь, когда он начинает работать, вот от него красный плюсик, это на плюс. Здесь от турбины, от турбины, воздух горячий, от турбины, здесь горячо. Трогаешь этот патрубок, он такой температуры, как, в принципе, температура воздуха, то есть 20-25 градусов. Я, вот если честно, такого эффекта не ожидал. Здесь труба холодная, даже если она стоит над двигателем, она все равно холодная. Вот, не знаю, это вот лично мое мнение, вот это моя ошибка. Вот это вернуть обратно и воткнуть туда вентилятор размера, форм-фактора такого, как под наш вентилятор. Блин, да, его туда, блин, не видно, вот он там стоит, не видно его там, блин, плохо, да. И он очень хорошо дует. Вот он у меня подключен, я извиняюсь за колхоз, мы это все, конечно, вернем в исходное, вернем вот в такую красоту. Я это все запужую, может, даже в эту гофу. И езжу, и радуюсь. Поставил на принудительную кнопку. Вот реле я на него нацепил. У меня тут три релюшки. Одна, получается, от насоса низкого давления, который вот здесь у меня стоит, тоже есть видео. Второе реле у меня от дополнительного насоса на печку, который, в принципе, работает. Гришин моторчик там модернизировал немного, но я отказался от этой модернизации. Работает, работает, радиаторы чистые, все хорошо и прекрасно. Кнопочку внедрил. Вон она моя кнопочка, беленькая. Вот эта кнопочка у меня, вот эта кнопочка у меня, дополнительное включение вентилятора по охлаждению. Вот это вот, подогрев свечей. А вот эта кнопочка у меня, это принудительное включение фиперкулера. Вот, слушаем. Вот, заработал у меня дополнительный насос на ТМВД. И, заработал. Слушаете, да? Заработал. Да? Вентилятор интерфьюлера. Ну, здесь ничего не скажешь, ничего не видно, но работает прекрасно. В общем, парни, рекомендую. Включение принудительное венихо. Видите? Тоже работает. Все прекрасно, все хорошо. Так что, рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова